весна в деревне до пришла настоящая весна деревня проснулась ото сна аисты на столбах высоко над землей они мастерят гнезда из веток и соломы прикочут они словно песню поют о радости жизни о весеннем прибоем вокруг природа в полном расцвете цветы деревья зеленые луга деревни красуется словно невеста в белоснежном платье из цветущих садов так весна приносит обновление и каждый уголок деревни наполняется жизнью все вокруг оживает и Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую вас на канале Хочу в деревню на нашем хуторе. Меня зовут Виктор и я взял на себя задачу восстановить этот столетний хутор, который когда-то был полон жизни. Вокруг хутора раскинулись сады, наполненные весенним цветением. Воздух пропитан ароматом цветущих яблонь и вишен. В этом видео я расскажу историю о том, как я занимался грядками. Второй раз в своей жизни. А также я покажу, как буду высаживать растения хоста, которые подарила мне одна из подписчиц. Это маленький жест, но для меня он символизирует связь с людьми, которые поддерживают мои начинания. Каждый день я вижу, как природа вокруг меня пробуждается и наполняет меня это все энергией. Я чувствую, как труд, который я делаю, меня ведет к мечте о восстановлении этого замечательного дома и хутора, где новые поколения смогут наслаждаться красотой и спокойствием этих мест. Вот так выглядят грядочки. Помните, тут уже были бассейны у нас. Можно фарель было запускать, я вам шутил в прошлый раз, да? Все ушло, вода вся ушла. Ну вот, естественно, она по-любому ушла. Значит, надо сюда будет положить сетку в первую очередь, а дальше насыпать травы. Вот я буду сегодня косить газонокосилкой, буду косить со стравосборником и сразу сюда буду эту мульчу высыпать. Потом наверх привезу немножко удобрения, перегноя такого, и потом обратно засыплю все вот этой землей. Сейчас надо сходить, посмотреть, сколько у меня есть каких досок, посчитать, чего хватит, чего не хватит. Так, пришел я проинспектировать остаток своих досок, сколько у меня есть. Значит, здесь у меня доска получается четверка, 40 толщина и 25 получается ширина. Мне такие широкие не надо, я буду делать 15, ну, в 15 размерах. Вот, сейчас я вам покажу, чтобы было наглядно. Значит, вот они, видите, ну, 24 там, да, получается. Я, значит, сделаю 15 и потом еще нарежу брусков трехметровых, распущу. Сделаю еще, там, три, грубо говоря, три бруска у меня получится. Это по три сантиметра, там, миллиметр, сантиметр нарез получится. Ну, и вот надо будет сделать брусочки, они мне тоже нужны будут. Ну, и начну с этого делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я небольшой специалист в разных столярных делах, а можно сказать, вообще просто новичок, учусь всему, ну, не боюсь любой работы, берусь и делаю. Вот взял паркетку и распиливаю вдоль эти доски. Жалко, конечно, что у меня нету станка такого специального, чтобы разгонять эти доски, потому что, ну, паркетка это делать очень неудобно. Направляющий брусок вообще был кривоватый, из-за этого первые бруски шли с кривизной, но потом я уже приловчился. В итоге все равно паркетка не выдержала, она сгорела от того, что распускаю доску достаточно толстую сороковку. Ну, и она была, конечно, подношена, но паркетка не моя, паркетка брата. Это вдвойне обидно, что она сгорела. Ну, возможно, ее можно будет починить. В тот день я напилил на одну грядку себе материала. Об этом и во всем сейчас дальше увидите в видео. Их, жалко, вам не видно, как проломляется воздух. Нагрелась она почему-то. Ну, кстати, острые, не знаю. Наверное, они предназначены для такого. Либо она просто сносилась. Так, что имеем? Значит, одну грядку я сделать смогу. Так, 90-сантиметровые, ну, торцы будут у меня из этой доски. Она тоже 15 сантиметров толщиной. О, шириной толщиной 4 сантиметра. Подойдет. Сейчас ее только надо обработать. Ну, привести в такой человеческий вид. Сейчас поработаю шлифовальным кругом. Когда есть желание жгучее и большое что-то сделать, тем более своими руками, то всегда находишь возможности, а не отговорки. И вот со мной так же случилось. Сломалась паркетка, не беда. Пошел, нашел из грушных материалов, вот какие-то валялись от опалубки, достаточно нормальные доски. Вот я их нашел, отшлифовал и сейчас уже приступил к торцеванию. Правда, торцовка, жалко у меня, что без протяжки, поэтому приходится даже вот такие 15-сантиметровые брусочки переворачивать и чуть-чуть допиливать. Но это есть здесь в этой торцовке тоже и плюсы. Она, во-первых, компактная и легкая. Его так за одну ручку взял и понес. И вообще я в принципе очень благодарен компании Redward, что у меня появилась такая штука. Иначе бы я просто все это пилехал бы вручную, обыкновенной ручной пилой. А так вот очень быстро все это у меня получилось. Нарезаю сейчас весь материал для грядки. Это сами доски, которые будут выполнять ограждения. Ну а также дальше буду нарезать и сами брусы, которые будут выполнять роль некой опоры для подвязки. Например, огурцов, либо помидор. А также они будут выполнять роль временного такого, скажем, парничка, теплички. Ну, когда будет уже готово само изделие, вы поймете, о чем я говорю. А сейчас просто наслаждайтесь тем, что я тут моей работой. Ведь я и наслаждался поистине. Мне это понравилось. Отмерять все четко, ровненько, отрезать. Нарезать я этому был очень доволен. Паркеткой очень доволен. Вот эти ровные спилы, резы за одну секунду меня очень радуют. Земля и дешевое дерево не очень вместе дружат. Тем более сырая земля. Ну, у меня в данном случае дешевое дерево, это называю сосна. Придумал я ее обжечь, потому что антисептика у меня с собой не было. И вот взял паяльную лампу и надо обжигать. Конечно, заняло это очень много времени. Больше часа я просто стоял и вот так вот держал, полил этой смолилкой эти деревья. Но вид получился классный. Мне нравится, как выглядит обожженное дерево. Я его, конечно, прошлифовал после этого. Ну, все сейчас увидите. А просто сейчас то, как я обжигаю. Продолжение следует... Работа, работа и, конечно, но надо отдохнуть. Но почему-то черемухой вообще не пахнет. Абсолютно вот эти цветочки. Так, совсем... Вот куст черемухой у нас тут растет. Это вот в самом низу. Вот дом. Уши аж заглохли от этого звука. О, одуванчики, видите, просыпаются одуванчики. Да уж. Очень здесь красиво и очень шумно гудят. Шмели такой, ну, этот, знаете, звук этот приятный. Это не звук автомобиля или шума за окном, когда в городе. Этот такой совсем на других частотах работает. Ой, просто наслаждение для ушей. Особенно после паяльной лампы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, решил собрать я. Надо собрать мне эту самую. Посмотреть, как оно будет. Так, должно быть. Так, должно быть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Высота вот этих столбов Двухметровая Это реечки 3х4 бруски можно купить Я тут сам их пилил У меня получилось 3х3 там где-то Ну Какие получились, такие получились Это уже не важно На них будет укладываться сверху Вот здесь Спанбонд Вот так И до низу Вот до сюда А эту часть я Видел Вот так вот Сделаю из этого Клеенку простую Прибью и все Вот Ну это когда установлю Конечно все покажу Это просто сейчас я делаю Так Ну Сегодня выходной день Как бы тут Поработать еще есть время Но надо Хочу обслужить свою газонокосилку Это Эко LG 735 Шестисильный Двигатель 6 лошадиных сил И косит она 51 сантиметр Я купил ее В прошлом году Я хочу вам сказать Эта вещь хорошая Но Вот По моим Конечно Тут буракам Я убиваю ее очень сильно О Масло есть Но масло надо поменять Не очень удобно Тут сделано В том плане Вот замена масла Получается Ее надо как-то обворачивать Ну Если честно То совсем неудобно Вот Не предусмотрели Ну Моторы хорошие Здесь Кто бы там что ни писал Вот моторы Эти шестисильные MX 196 Они Хорошие Железо Немножко слабоватое У меня уже Начала трескаться Дека От вибрации Вот здесь Под двигателем Он есть Я там уже шайбу Подкладывал Большую шайбу Подложил Ну Дека тоже есть В продаже Можно И деку поменять Надо как-то вот Ловить же масло О Масло какое чернющее Вот так вот и приходится Неудобно Все Все 32 килограмма Написано Навесом Вот столько Слилось масло Масло темное Хотя я менял В прошлом сезоне тоже Так Объем бака здесь Ой Бака Масляного Картера Получается Вот тут вот И заправлять тоже неудобно Ни туда и ни сюда Получается Ну короче 0,5-0,6 литра Я налил С большой канки В маленькую Это Стаканчик для разбавления Бензина там Вот Ой Ну это вообще Вот тут заправлять Это Очень неудобно Здесь Поменял масло Сейчас буду заводить Запускать ее Не знаю Как это будет Легко или нелегко После Как часики Я даже не думал Я думал Буду тут До победы Шму легать А оно вообще Вон И завелось Ну Понимаете Это Не реклама Мне многие писали У меня на отдельном канале Вышел вообще ролик Прямо про нее Ну Да Она не идеальная Да У нее там есть вопрос У меня Слава богу За это Кроме ножей Я ничего не менял Болта Ножа Ну то что разбивается Да Тресного дека Ну это такая мелочь По сравнению Если вы такую газонокосилку Себе купите На ухоженный Участок Где все ровненько Она вам прослужит Ну просто Ну все время Если вы будете правильно Ее обслуживать Менять масло Консервировать И все остальное Она просто прослужит Вечность вам Просто все время Вы даже ножи Наверное не поменяете Если у вас все там Гуд Такая же Как вот у меня Участок Он уже Понимаете Заросший Я в бурьяны Тут пни кругом Понятно что Сколько я уже Ножей поменял Естественно Она Ну послужит Некоторое время Но она не вечная Тут Благо у меня есть Возможность Достать запчасти Они вообще в принципе В природе существуют Можно их легко достать Ну мне еще легче достаются Мне прям привозят ее На точку Я забираю там Вот дека стоит Может там 90 рублей Ну вот это железное Корпус Здесь стоит двигатель Вот надо его будет Купить И поменять Просто переставляется Все Эту навеску Конечно Надо будет все Перекручивать Но с другой стороны Это тоже плюс Я ее Почищу Пересмажу Все Перегляжу Перетяну И она будет у меня Дальше служить Она и так Даже вот сейчас Я буду косить Она и так будет косить С теми трещинами Которые там есть Я подложил шайбу И будет все нормально Я буду косать Одиноклассник Одиноклассник Водручна Надо найти баланс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очередное привез Выгрузил Езжу Сейчас вообще замечательная пора Ни мух, ни комаров Вот, самое классное Это самый первый покос Это просто самое любимое мое дело Косишь себе, думаешь Сейчас надо наушники Можно включить что-нибудь, послушать Релаксировать Уже вечер Я собирался сегодня пораньше домой поехать Вот, закосился Ну еще надо парочку прокосов сделать Хотя бы вот на эту, чтобы мульчи мне было Хороший слой Единственное, я думаю Слушайте, а вот не будет ли оно гореть? Может оно там так будет преть, что Все сгорит, что мы посадим? Как вы думаете на этот счет? Опытные садоводы Подскажите, вернее огородники Подскажите мне Как вот быть? Ну, вроде я почитал Где-то пишу, что в одном месте нашел Что сгорит Подвяленную надо Либо наоборот Не подвяленную Что-то я не могу понять Еду к подписчику Вернее подписчице Тут соседняя деревня Недалеко от Браслова За растением Покажу вам Сегодня буду На хуторе усаживать Вот Так что Скоро Скоро доеду уже Так, я привез помидорки Это подарила Мне моя подписчица Огромное вам спасибо Очень неловко Ну вот У меня уже есть Помидоры Правда грядок еще нет До конца сделанных Но помидоры уже есть Поставлю на окошко Сказали, ничего страшного Высажу потом их А еще сегодня У меня большая радость Помните В прошлом году Я у дедушки Купил пару кустиков Маргариток И вот уже Смотрите Первый цветочек Маргаритки Когда-нибудь Обязательно Здесь будет Все Все Вот это Место Усеяно Маргаритками Я так надеюсь Ну они уже Смотрите Вот здесь Я уже по листочкам Вот так понимаю Вот это Маргаритки У меня Они тут еще есть Ну это правда Только кустики Где Они как-то Двухлетники Наверное Сейчас идем Вот еще Растут Маргаритки Да Вот кустик Вот кустик Маргаритки Появится Тут Больше тени Сейчас пойду Посмотрю В других местах И вот Уже скоро Снова Зацветут Ну я надеюсь Когда я буду косить Они разнесутся Семена По всему Так сказать Участку И будет Такая красота А еще Это вот Все в пакетах Тоже человек Огромное спасибо Передали Здесь Хоста Вот буду Сажать Сейчас Понесу Поставлю С машиной Чтобы Потому что Жарко Вынесу Сейчас его В подвал И буду Сажать Много саженцев В разных местах А еще Друзья Я тут Релаксировал Стоял А потом Под ноги Посмотрел И смотрю Маргаритки Полезли Везде Где я Сеял Их В прошлом году Все Зашли Это Круто Ой Сколько Маргариток А из С каждым разом Все будет становиться Больше и больше И весь Газончик Будет усеян Этими Цветочками Ранними Весенними Тут Поменялся Значит У нас Ландшафт Немножко В плане В том Что Здесь Уже Нет Высокого Дерева Которое Потом Тебе Немного Давало Груши Эту Сюда Я хочу Посадить Петунии Вот Прямо Поставить Таз И такую Вьющуюся Петунию Чтоб Она Здесь Твела Здесь Видите Солнце Все Время Тут Ей Будет Хорошо А вот Здесь Где мы Ходим У нас Стержечка Я хочу Поставить Арку И Растянуть От арки К Этим Самым Как его Черешнем И сюда К Сирене Ну Не знаю Вьющейся Посадить Чтобы Арку Обвивали Чтобы Этот Проход Полностью Был Так Скажем Закрыт Надо Какой Такой Мощный Вьюн Чтобы Он Такой Создавал Тень Можно Хмель У меня Хмель Есть Где Садить Можно Попробовать Хмель Посадить Ну Хотелось Бы Чтобы Было С Цветами Чтоб Твело Вот Что Хочется Слушайте Дальше Идем Что Мы Сегодня Про Цветочное У нас Тут Начало Ну Хочу Рассказать Им Вот Тюльпаны Всегда Я их Косил В этом Году Не Кошу Немножко Корявенькие Вылазят Ну Потому Что Мы Ходили Тут Мы Не Знали Я Не Знал Где Они Есть Ну Вот Как бы Уже В прошлом Году Я их Видел Старался Тоже Не Косить Дальше Ландыши Ну Кто Говорит Что Ландыши Это Такая Зараза Писали Мне Не знаю Мне Нравится Пускай Будут В любой Момент Я Вмиг Газонокосилка Это Все Дело Скашу Если Что А еще Ну Вот Тут Сирень А еще Вот Это Мне Кажется Что Вот Это Как Их Пионы Вот Как Вы Думаете Это Пионы Или Нет В Прошлом Году Я Не Замечал Здесь Они Тут Пробились Пионы Ну Вообще Круто Пускай Растут Потом Они Не к силу Не к городу Ну Пускай Поднимутся Клубень Потом Выкопаю И Пересажу Под окном Широким Под окном Высоким Вишня Белоснежная Цветет Мимо Этой Вишни И Мимо Этой Хаты Бравый Парень Первый Раз Идет Эх Мимо Этой Вишни Мимо Этой Хаты Бравый Парень Первый Раз Идет Он В окно Посмотрит Он В окно Заглянет Ничего За Вишни Не Видать Отойдет В сторонку Спросит Про Девчонку К вишни Возвращается Опять Что это За Вишня Что это За Хата Что это За Девка У окна Что это Такое Сердцу Нет Покоя Где Лежит Дороженька Дна Что это Такое Сердцу Нет Покоя Где Лежит Дороженька Дна Я Сорву Ромашку Сяду Погадаю Ты Скажи Ромашка Не Тая Ты Скажи Ромашка Любит Ли Наташка Любит Ли Хорошая Моя Ты Скажи Ромашка Любит Ли Наташка Любит Ли Хорошая Моя Значит Покажу Вам Купил Вот Таких Речек Это 18 Наверное Короче 20 На 50 Четвертый Сорт Такие Кривоватые Есть Пачка 10 Штук Стоит 14 Может 80 Это Всяко Быстрее Чем Например Нарезать Мне тут Было Вот Такой Капельный Полив На 30 Растений Посмотрим Что это Такое Как оно С собой Представляет Дальше Сетку От Кротов Такую Купил Решил Такую Использовать Пластмассовая Пойдет Ячейка 15 На 15 Постелю Написано Что Не боится Воды Не боится Мороза Вот Закладываю На глубину Примерно 10 Сантиметров Ну У меня Так На самом Деле И Получается Я Сегодня Здесь Буду Косить Поэтому Надо Подойти Посмотреть Есть Ли Топки Судя По Траве Вообще Непонятно Небед Ничего Ну Походу Что Нет 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 Яиц Нет Тут Тут Ничего Значит Ушли Вот Так Либо Тут Пришла Лисичка И Съела Так Что Можно Сжигать Вот Когда Услышал Кукушку Говорят Значит Лето Пришло Вот Я Сейчас В отдалении Услышал Где-то Кукушку И Примет Такая Надо Чтобы Деньги Были В Хармане У Меня Деньги В Хармане Были Так Что Приметы Я Если Честно Не верю Так Просто Вообще Никакие Не верю Ну Добрые Конечно Вам Называю А про Плохие Абсолютно Не верю И даже Не называю А еще Поделюсь С вами Радостью Шучу Мои Суперские Сапоги Многие Кто заметил Написал Вообще Классно Сапоги Разноцветные От того Что просто Один был Порван С одной Стороны Другой С другой Так Миксанул Раньше Я такие Сапоги Всегда покупал На рынке 35-40 Рублей Вот они Стоили Сейчас Купил Светофоре Магазин Такой У нас Есть 15-76 Вот так Так что Имейте ввиду Где купить Такую Пинку Удобные Наша Теплая Грядка Просто Заросла Да Уж О как Растет Это Мелисса Как будто Мята Пошла В рост Хорошо Надо здесь Косить Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выбираете Мотокосу Можете присмотреться к данной модели Это Мотокоса Кусторез Есть у компании Redwork и попроще Выбора много Подберете на свой густ Даже есть электрические На аккумуляторах тихие Мне надо моща У меня такие территории Тут и вал потолще На подшипниках и редуктор вообще мощный Я не могу нарадоваться По сравнению с тем, что я косил Там тоже мощный Но там такая дикая вибрация Тут конечно подвес спасает Я не скажу, что он вообще без вибрации Есть, но в разы И самое интересное, что я говорю Если не нажимать гашетку Все время в пол Как нажал и пошел косить А дозированно давать газ Когда надо Бензин он не заканчивается Я уже думаю Сейчас докашу, закончится Я вообще боялся, что мне даже не хватит Придется идти А тут Видите, как здорово Ссылка на вот этот Треймер будет у меня в описании Ну а там перейдете И всего найдете Чего вам в душе угодно Не только триммеры там есть Любой инструмент Доставка на Валдберис, Озон На другие маркетплейсы Так что смотрите И я хочу сказать Что сервис тоже отличный Просто замена Сломалась Меняют В гарантийный период Ну если вы только сами не сломали Так, вернулись в столярной мастерской Нашей под елочкой Значит, надо мне Оделать грядки дальше Отторцевать И все такое Вы видели Я уже привез эти досочки Но там мы их отпиливали лобзиком Поэтому нужно отторцевать Торцевание Для чего оно вообще нужно? Для того, чтобы вот здесь был Идеальный ровный рез Обжиг Это самое Крутое, что может быть Ну, сейчас попробую Вот таким антисептиком Значит, для древесины ХМ1 Концентрат 1 к 6 Так Антисептик для Защиты древесины Конструкции Биологического разрушения Гниения Плесени Синевые Насекомых древоточицев Ну, короче Это суперский антисептик На самом деле Большинство антисептиков Делается на основе этого концентрата Сейчас я вот на такую банку Сразу разведу его Я немножко не соблюдаю пропорцию Чуть больше дам 5,35 белорусских стоит Ну и думал я Надо их обрабатывать В плане проходиться Ну, посмотрел Достаточно Они такие широковатые Мне кажется Если их загладить Вот если сделать их ровненькими То они больше простоят Ну, хотя бы на год-то больше Точно Потому что Чем глажит доска Тем меньше к ней прилипает Соответственно Всего остального Значит, надо пройтись Болгарочкой Ну, я не знаю В идеале, конечно, каким-нибудь Шестьдесятым Ну, у меня тут что есть О, восемьдесятка есть Попробую сейчас Восемьдесяткой Прошлифовать Ну, посмотрим Буквально быстренько Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Столярочка моя потихоньку захламляется Сегодня я, наверное, уже не успею их собрать Но надо проматывать Хотя бы один раз Сейчас я их Надо начать с торцов ХМ-11 И, кстати, проверим Которая дольше простоит Та, которая Обожженная Или та, которая обработана антисептиком Ну, понятно, что вообще, в принципе, в целом дерево недолговечная штука Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Рассказываю Сегодняшний день был продуктивным Но хотя, на самом деле Назвать его продуктивным нельзя Значит, самый первый год я косил только по деревьям Там, где вот Где сад, видите, вот там заканчивается Камни Которая кучка лежит такая От дерева Там расстояние где-то, наверное, метров 20 Потом я косил вот, где заканчивается зона зеленая Это большой уже участок очень Туда и вниз Ну, а теперь гляньте Вот сколько я еще взял Туда к дереву И вот, 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 вот Ну, я не знаю Еще там данные обновляются 32 тысячи 20 20 километров Пешкодравом Целый день Вот эта газонокосилка И кто бы сказал, что она Полная ерунда Я выклюю глаз Потому что Такие территории Она не предназначена Акашивать Такие территории Надо ездить На такой Сверху Косить Либо Мотоблок Трактор Ну, мы справляемся Хуторяне И вот так Вручную А деды наши Вообще Литовкой косили Так что Нечего тут ныть Ходим Да, устал Даже не то, чтобы устал Жалко просто время Вот, потраченное время Надо было Грядками заниматься Там Садить Сажать Все Все Сегодня вот эту часть Доделал Завтра Буду заниматься Грядками Ну, что Девять часов вечера Даже не верится Что так светло Поют птицы Вот это Количество Ну, сходок Забивается она быстро То есть Можно наполнить Контейнер За 100 метров В момент Ну, его надо Подвигать Чтобы он Полный был Вот так 20 километров Чувствуется ходу Ну, еще территория Большая Красота там Чудесная Будем наводить Вот здесь красоту Здесь Красивое Цветение Декоративное Кустарник Там растет Сюда он вырастает Вообще Красота Здесь такая У нас Получается Полутень Ну, мы Мы это место Отвоевали Так скажем У запустения Пару лет назад Тут вообще Не пройти Не проехать Робинолисник Ну, а сейчас Вот Немножко Шнитка Поднимается Либо Сныть В более широком Так скажем Понимании Значит Сейчас Я буду здесь Садить Хосту Высокую С желтой Каймой У листиков Хост Это такое Растение Можете загуглить Посмотреть Очень большая Благодарность Подарил мне Подарила мне Подарила мне Подписчица моя Попросила не называть Поэтому я не называю Ни имя Ничего Огромное вам спасибо Я знаю Что вы смотрите Привез Вот такое место Здесь выбрал Потом там еще места Вы сказали Что можно поставить Ее будет В Темное Прохладное место Я поставил В подвал Остальное Когда приедет Семья Будем высаживать А сейчас Вот здесь И если там Хватит времени Еще солнце Не зайдет Вернее Не станет темно Потому что Оно уже зашло То я еще посажу Ну сейчас Мне надо здесь Перекопать Очень много Корней Всякой Сныти И всего остального Я сейчас Немножко Вилами Перекопаю Чтобы Начать Выдирать Эти Корни Тут Рябина Листник Рос И Что Так Не росло Корни Чего-то Какого-то Дерева Так Сейчас Надо Посмотреть Я конечно Неопытный Содовод В этом плане Но мне Рассказали Как это сделать Значит Большую Выколол Вот Высокая Зеленая Желтый Так Еще Надо Сейчас Присыпаю Землей Земля Крутая Вообще Просто О Какая Она Здесь Отдохнувшая Кернозем Так Написано Что Надо Три Литра Воды Ну Я Так Прочитал В Интернете Ну Вот Все Значит Запоминаем На видео Здесь Высокая Желтая Каймой Золотой Пока Разрастет Конечно Будут Обрывать Ее Ну Тут Она Так И Не Зрастает Все Готово Еще Раз Вам Огромное Спасибо За То Что Вы Подарили Нам Такие Интересные Сажены Саженцы Мне почему-то Кажется Хочется Сказать Все время Лакоста Но Это Просто Хоста Хвоста Вечером Вечером Три 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 Трасса Стала Шумна Так Днем Вообще Не Слышно Сейчас Слышно Когда Машина Вечером Особенно И Вальшнеп Отчетливо Тем Мне Вообще Ничего Не Видно Темнота Но Белая Яблоня Это Волшебство 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 Волшебство